ЧП в Шортандинском районе, в селе Бозайгар. Около 150 жителей обратились к врачам с кишечными расстройствами. Специалисты полагают, что всему виной талая вода, которая попала в смотровые колодцы. Сейчас в районе отключено водоснабжение, проводится ревизия системы. Сауля Кусейнова продолжит тему. Которую воду набрали в ведро? Некипяченную пить нельзя. Да, поняла. Сейчас это самая превентивная мера безопасности. 141 человек обратился к врачам с жалобами на кишечные расстройства, головокружение и температуру. В семье Культа и Куленовой заболела внучка. Кульна заболела 16 числа. Отвела к врачам, к нашему больницу. Врачи осмотрели, какие симптомы. Вот это я всем рассказала. Они выписали таблетки. Начиная с субботы с аналогичными жалобами жители начали приходить в местные амбулатории. Дети до года, школьники и пенсионеры. Буквально на днях привезли 7-месячного малыша. Ребенок госпитализирован. Вчера уже выписался. Состояние хорошее. Там ставят острокишечная инфекция. Диагноз. Еще трое детишек у нас лежат в городе Астане. Всем сейчас профилактическое лечение. Бактериофаг. У нас привезли 700 доз бактериофага. Сейчас мы прямо индивидуально по домам развозим. В селе, где проживает 2500 жителей, зарегистрировано 141 обращение к врачам. Бозайгыр продолжается подворовой обход. Закрыли детский сад. Сейчас 140 малышей сидят дома. В школе введен питьевой режим. В связи с хлорированным водопроводом в ауле Бозайгыр. В школе мы занятия не отменяли. Но в это же время мы организовали качественный питьевой режим. Расставлены санпосты возле каждого санузла, чтобы не допустить питья из водопровода детьми. Жалобами на функциональное расстройство кишечника обратилось порядка 60 детей. Из них 32 ребенка подозрения на улки и острые кишечные заболевания. В сельских дворовых колонках воду отключили. Сейчас ее хлорируют на скважине. Параллельно специалисты промывают сети водовода. Каждый день воду забирают для различных анализов. Специалисты уверены, что всему виной талая вода, которая попала в смотровые колодцы. За вчерашний день мы откачали уже, захлорировали 50 вот таких смотровых колодцев. Может из-за этого не талых вод, но другого подсоса центральной канализации аул Бозайгыр не имеет. Центральной канализации не имеет. Пересечения воды с канализации не имеется здесь. Единственное движение в смотровые колодцы, что сейчас может попадать, это талые воды. У каждого дома свой септик находится. Болезнь в селе идет на спад, но причины кишечной инфекции до сих пор неизвестны. Результаты обещают дать в самое ближайшее время. К слову, 15 лет назад здесь же была зарегистрирована вспышка инфекции неясной этиологии. Сауле Кусаинова, Анатолий Поляный, Акмолинская область, Хабар, 24. Продолжение следует...